всех привет и прям вопрос он поражаем против у нас тут за монтаж за рыбин будов о чем у нас концовка от развернуло времени зимой 2024 год у нас идет доти продолжать у нас прокачка игроков надо тебя качаем ты уже качается очень медленно для нас центральный защитник вот это перестал уже центральный защитник качаться все достиг всего такого стремительного пика можно сказать и теперь переходит на обычный так давайте тебе качать как всегда справа защитник пригодится еще один так и вратарь я до 72 уровня по любому должен подняться так полузащитник полузащитник до тебя все рассчитать итоги смотрим что там будет у нас идеальненько так что там по новостям у нас положим по поводу трансфера 8 миллионов за него хотят простите за кашель так а у меня что-то я вижу может быть не так ну ладно за так сделаем посмотрим что это будет так ладно так игрок конечно хороший за 8 миллионов может быть я его продал бы блин а мне будет нападающий намного раз меньше меня будет нападающий три до один молодой но за 8 миллионов игрок скупу сорвались а уже сорвались от когда успели прям он недоволен может он это а а это призовой фонд у нас мы за кубок англи получаем 102 тысяч 220 фунтов а я думаю я за нас уже до этой серии уже все сделал да ладно секундочку любая позиция смотри что тут можно у нас есть так давай тебе следим за тобой тобой тоже проследим старый скорее всего а чё арсенал дофига вот я слышу сократится уже на три года контракт подписывал Скорее всего, но еще не все официально, но он тоже в медкомиссии пройти. С Барусей, да. Это тем более гличанин, если я не ошибаюсь, да. Что мне его попробовать, посмотри, как он есть. Вон он под этот вратарь, центральный защитник, 27 лет. Можно добавить список его. Ладно, все, хватит этим заниматься, давайте перейдем к тому, что закончим, к этой трансферой у нас. Давай, что там, блин, какое сообщение мне прислали, а? За 9 миллионов сто мы продали, 6500 мы получили, окей. И вот у нас прибыль идет. Так, 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 трансферы. Итоги в этом сезоне. Что, у меня 83 миллиона заработали, что ли? Что-то я не понял, когда мы успели всех продать? Вот игрок продан. Да нет, туда же-то 83 миллиона нет, вы че. А вот игроков мы продать купили. А мы все по этим посмотрим. Да? Тут будет надпись у меня? Так, где это мы находимся? Где мы это находимся? Так, это не мы. Это не мы опять. Это не мы опять. Это не мы опять. Во. Прибыль 8 миллионов. Общу прибыль 8 миллионов фунтов. Мы продали больше. Вон, фиг с ними. Нифига потравишься опять миллионов 800 тысяч фунтов. Стоксити. Вот этот деньги он потратил. Огромный нищий. Ну давай, ё-моё. Пропускай. Так, тройка команду хочет, положим по поводу трансфера. Вижу я двоим. Сейчас посмотрим. Что там полагает. Вообще 4 950. Нифига себе цена. Пулхэм. Пулхэм. Оценный игрока хочет купить. Так. Ааа. Тебя. По 5 миллионов. Это Арсенал хочет купить. Ну это конечно нет. Отклонить продолжаю. А вот тебе можно продать. Только ты вряд ли соглашишься в данный момент. Может быть. Так это 70 тысяч фунтов получает. 26 лет. А вот этот сапа, да, можно продать. Я могу его продать. Если себя прилагает, я согласен за 4 950 тысяч фунтов. Там всего лишь 150 тысяч фунтов не дополнить. И вот 50 тысяч он зарабатывает. У нас сейчас освободится зарплата. Еще на 50 тысяч. Все, трассе окно закрыто. И так он не продался у нас за последние часы. Можно сказать. Это ежемесячный отчет нашей молодежи. Дарование у нас тут есть. Идея завершить можно. Так, ладно. Тут что-то трассе окно закрыто. Что-то дальше следующее окно. Так. Я смотрю на парень, как они играют. У меня неожиданно пососав. Я угнетаю. Это сделаю. Сдайте мне варен, пожалуйста. Окей. Так. А что у нас в офисе по поводу деньга? У нас 23 миллиона фунтов. На трансферы. Но это со мной толк нулевой. Что они в следующем году не будут их? Нифига. Они не останутся. В следующем году у меня нового будет трансфера. Где-то 45, может быть. И 46 миллионов фунтов. Если мы еще выиграем. Ладно. Все замечательно. Плюс у нас огромен просто. Да. Прибыль 139 миллионов фунтов у нас. У нас уже 119 миллиардов фунтов. И 121 прогноз у нас будет. Быстро растем. Так. 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 Давайте еще двойня пропускаем. И будем играть английский. Промернику. Так. Обновление по поводу молодежи. Ух. Нифига себе какой тут талант может быть. Все, я только по цене смотрю. Нет, 110 не спас меня. О, где 500 можно. Ну, что-то Китай не слишком в данный момент у них хорошие игроки. Молодежь что-то не прет у них. Нифига. Может такой скаут у меня, не знаю. Так, у нас день игры. Так, 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 так. Давай дело, значит, поменяем. Дело поменяем. И тебя тоже поменяем. Тебя меняем. Ребята, уже 82 и меньше. Нормально. Ну, все. Вот такой состав у нас будет играть против... Эти, как, у лосей, можно сказать. Потом, потом посмотрим. Ну, все. Выходим на поле. Все, мы играем дома. Конечно, дома мы играем хуже, чем в гостях. Ну, ладно, все равно посмотрим, что здесь где-то выйдет. Я не знаю, может быть, это будет с одним футболом. Точнее, с одной игрой. Так, тренировка, без тренировки никуда. Так, тренировка, без тренировки никуда. Следующую атмосферу постараемся передать вам мы, Константин Генич и Георгий Черданцев. Сегодня Ноттингем Форест встречается с Уотфордом. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень многое. Ну, мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. Сегодняшние хозяева очень здорово играют в защите. Лучшие показатели в регионе. Ну, хороший тренер знает, что любая победа добывается в том числе и за счет грамотной обороны. Здорово, он, конечно, поработал с командой. Ну, и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Мы видим состав команды гостей. Соперник решил выбрать ту же схему, 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку? Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Ну, что, данный свисток. Начинаем первый удар на нас. Игра началась. Смотрим. Ну, куда ты такой, а? Пас даешь. Тут может что-то получиться. Атака продолжается. Судья дает играть. Хороший пас и пяточкой, возможно, бэм. Но это слишком двух было. Ах, два человека по-любому не прошло бы. Ну, ладно, посмотрим, что ли, как наш соперник... И вперед он идет. Сыграет, а пас был отличный. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч в своей команде. Мы перехватываем мяч спокойно. И вырываемся вперед. А вот это было опасно. Да, ё-моё, а вот это тем более опасно. Может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Ну и выносить мяч на... Спасает наш игрок. На фланг сразу же. Не-не-не-не, он не успеет. Давай, беги-беги. Я знаю, что у тебя скорость есть. Да ё-моё, как это так возможно такое? Не может его вынести защита. Так, мы выучить его защита. У нас уже 9 пропущенных голов. Нифига себе, пол сезона уже 9 пропущенных голов. Вот это мы даем. Ударчик какой прикольный. Только при этом... Нет, спасибо. Не основал наш. Как будто тормознут это. Два игрока, наша крылья защитника. Ой, нападающего. Это может быть опасная атака. Молодчины справляются с этим делом. Здесь зачем справляется мяч отобран. Бас так я не прошел нормально. Ну ладно, будем пытаться дальше. Может получиться интересная атака. Есть хороший адрес для передачи. Долго, долго держал. Долго еще думал об этом, бля. Пока я думал, бля, защитник уже все сделал за меня. Лукако. Лукако здесь, но это не тот Лукако, я думаю, сказать, все. Пако Алькасер. Прекрасная игра защитников штрафной. Ёпт, какой удар-то был. Арбитр назначает угловой. Еще угловой. Вообще супер. Это замечательно. Ну давайте посмотрим, как на что мы сможем на угловом придумать. Идет погадаемый мяч с 26 минут у нас матча. Сделаем угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Бля, там не травма случайно, а? Так рядом был с воротами. Да, но не точно. И все еще ничья у нас. Да, обидно. Даже противника тоже самое обидно, потому что все-таки игрок. Драмы не хотелось вообще никому. Из футбола. Ну что поделать, никуда не денешься. Защита первая на мяче. Вынос. Ай-яй-яй. Плохо сыграно. Мяч потери. Очень плохо. Ну что, у нас остается 10 минут до конца первой тайма. Если бля, бля, отстай мяч обратно. Пока они по центру у нас хотят. Посмотрим за этой атакой. Как масло. Бля, проходит нормально. А вот это было опасно. Очень опасно. Штанга. Штанга. Сделан удар. Мы видим, как реагирует тренер на этот момент. Сейчас его команда могла выйти вперед. Так, у нас сюда отворот. Выбиваем на борьбу. На самом деле могли я обычно опоздать. Не-не-не, обойдетесь. Просто так вы меня не возьмете. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И подает в штрафную. Да какой там... Какой удар-то, блядь, а? Спас от своих. Блестящий сыгрень. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Покой кассы. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мячах? А, ну что за пас? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Как видим, защита работает очень здорово. Две минуты добавлено к основному времени тайм. Тут может что-то получиться. Да, блядь, какую подножку сделал. Две минуты добавляют нам дополнительное время. В первом тайме. Это горчичник. Вполне справедливо. Ну, смотрите сами. Это штрафной. Железный штрафной. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистал. Окей. Это хорошо. Защитник подальше. Отворот выносит. Будет угловой. И в центр штрафной мяч летит. Хороший удар. Без труда спасает вратарь свою команду. Не, удар просто прямо вратаря был. Ему просто повезло. Пока неплохо. Опять что у них травма. Бачки не оживает. Сегодня в передаче. Не, поднимается. Не, валяется. Арбитр должен был прервать игру. Не, прервал. Игроку оказывают помощь. Судья обведет мяч в игру. Да, хороший удар. Хороший пас. Мяч нам отдали. А смысла никакого нету. Все, сесток первый этап заканчивается. С отчетом 0-0. Мяча завершена. Пока ничья. 0-0. Одну очку удалось сегодня хозяину взять. Надо быть. Команда уже на поле. И второй тайм начался. Боряк. Вот падал, перешел к нам. Это может быть опасно. Вообще как масло. Ножом-то фигачит нас. Ближние штанги идет. И мяч воронторяк. Без труда он его забирает. Да, блин, слишком какие-то пасы неточные, парни. Соберитесь. Я понимаю, что мы там лидируем. Все остальное. Это может быть опасная атака. Он бьет. Ууу, какой удар был замечательный. Ну, это на угловой уходит мяч. Надо получать право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Посмотрим, что там замены у нас какие полагают. Не особо хорошие на самом деле. Так, угловой, угловой, угловой. В центр штрафной. Нормально. Галкипер без труда забирает. Вратарь справляется с делом. Ну, куда ты такой пас даешь? А что за слухи ходят в прессе о какой-то чуть ли не сделке века? Константин. Знаешь, пока подробностей никаких нет. Так что загадывать рано. Но вот когда они появятся, будет очень интересно. Тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно. Спокойно. Ну, куда ты так? Не успевает наш полузащитник. А такой хороший шанс был. Чтоб этот мяч перехватить и все будет. Так, мы следующую игру играем с Машей Сити. Вот это опасный момент. Офсайд. В офсайде игрокам где нет судей. Так, ладно, все понятно, что у нас офсайд. Давайте перейдем к заменам и посмотрим, кого можно заменить. Давай тебя заменим. И тебя попробуем заменить. Вот так сделаем и все. В данный момент все достаточно на замен. Окей. Удар от ворот. Играем на... Это как? На... Удачу. Можно сказать. На борьбу. Но при этом мы проиграем в борьбу. Теперь у нас атакуют снова они. Есть варианты, куда сделать пас. Да куда ты в нем застрял-то? Ну так нельзя играть вблизи своих ворот. Замечательно. Перехватываем. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И это должен быть гол. Блядь, не дают удар нормально сделать. Ауф. Ну что за пас такой, блядь? А ты что как истукан стоишь, дебил? Ну что ты не побежал-то на него? И контратака. Хоть перехватили, слава богу. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда контратака может выйти очень опасной. Удар. Какой опасенец. Так был рядом, да. Дом играет калкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник. Но вратарь молодцом. Так, у нас угловой. Подали мяч с углового в центр штрафной. И в штрафной мяч атака может быть опасной. Так, и никак не дают, а. Нормальный удар стиль. И никто не мешает ему тут. Да ёптай, какой нахуй не мешает. Хороший момент, что защитник на высоте. Не поверишь, что никто не мешает. Проходит передача, что он придумает. Явная ошибка и мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Блин, а это было опасно давать такой мяч-то. Да, вижу по флангу ЦАП у нас побежал. Хороший пас во фланг. Ну, блядь, ну так ступить, а. Ну почему? Прекрасная возможность для контратаки. Такой момент возможен быть. Такой навес мог быть. Хорошо не подготовились. Блядь, ну угловой. Да, ну угловой. Он даже трогать не будет его. Это логически. Давайте посмотрим, кого нам предлагают заменить. Давайте заменяем так. У нас письма замена, левого защитника меняем. Мяч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень не тех, кто может решить исход встречи. Мяч летит в центр. Вратарь не без проблем. Вратарь мяч, да? Мяч в штраф. Но еще может быть опасно. Хоть даже так, фиг с ним. Давайте чуть защиту уйдем уже, блядь. Уже тут нечего делать на самом деле. Блядь, не жди, у кого? Фу. Справляет нас этот, как он сказать, вратарь. Но при этом, блядь, я опять нажал, чтобы ушел. Ну это-то за что? Пока неплохо. Нафига себе этот, блядь, пас был нанесен. Да, ну тут защитник все свое дело сделал. Это всегда опасно. Посмотрим, что получится. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Не получил. Удар нужен. Да, блядь, пока ты принимаешь дебил. Если вы не защитник. А вот, как он принимает долго. Вот что проблема. Судья решил добавить 3 минуты. Человек долго принимал мяч. Отобран мяч. Надо возвращаться. Последняя минута второго тайма. А вот это хороший пас. И отдаёт пас на ход. И прям вратаря. Умничка. И всё-таки вратарю удаётся сохранить свои ворота сухими. 0-0. Молодчина вратарь. Справляясь с этим делом. В центр штрафной мяч направлен. Мяч в штрафной. 0-0. Итак, весы, на которых кончались шансы команд, так ни в одну сторону и не склонились. Ничья. Итак, ровный счёт на табло. Ничья. Ну и что скажешь, Константин? Был сегодня потенциальный победитель, которому не повезло. Нет. Думаю, результат именно такой, каким и должен быть. Никто сегодня на победу не наиграл. Такое футбольное сумо получилось. Одну очку удалось сегодня хозяину взять. 10-1. Створ 6-0. Владимир 52. 48%. Отбор мяча 4-9. Нарушение 0-1. Жёлтых 0-1. Красных по нулям. Трама 0-2. Обсады 0-1. Угловые 6-1. Тоши с ударов 60%. 0%. И Тоши с паса 8-8-8-4%. Вот такое у нас. У нас 3 февраля 2004 года уже. Так. Развитие игроков. Как всегда. Мы на первом месте. В данный момент стоим. Сейчас увидим это всё. Так. Нападающего. Чуть-чуть подкачаем. Да. Из того я продал бы. У нас получилось то, что у нас. Что-то дофига у нас. Центральный полузащитников. Которые могут ещё себя показать. Я думаю. Так. Давайте правого защитника здесь. Откачаем. И у ртаря. Всё. Расчёты итогов. Смотрим, как они нам покажут свою тренировочку. Так. Повышение у нас никто не получил. Но тренировка более-менее хорошая. Двое как-то не очень. Ну ладно. Прямо на этой ноте. Я думаю, мы остановимся. Эта серия тоже будет. Она игра. О. А тут Токс-Сити 50. Она очко имеет. И игра. В общем, я сыграл одну. Это в любом случае. В данный момент мы впереди. Можем вырваться. Ну ладно. Всего удачи. Пока. Увидимся в следующей серии. Других прокажений. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok